В Югре появится Центр подготовки специалистов для IT-отрасли «Школа-21». Округ заключил соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в области информационных технологий. Это произошло накануне в Москве. Подписи под документом поставили Наталья Комарова и Герман Греф. «Школу-21» планируют открыть в Сургуте в начале будущего года. Она даст возможность молодым людям от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить IT-специальность. Глава региона отметила, что сегодня округ нуждается в таких кадрах. Работаем по тем же принципам, что заложено в системе «Школа-21». Поэтому благодарна Сберу за то, что они дают нам пользоваться своим брендом в этом отношении, поскольку это имеет значение для человека, который получает новые знания, новые возможности. Если есть печать «Школа-21», значит, это уже некое другое отношение. Я уверена, что этот проект у нас будет очень эффективным, потому что, с одной стороны, есть запрос, с другой стороны, мы готовы создать условия для того, чтобы он был реализован. Ежегодно в Сургутском образовательном центре смогут обучаться до 450 человек. Егорская школа программирования станет четвертым подобным проектом Сбера. Три кампуса уже успешно работают в Москве, Казани и Новосибирске. В «Школе-21» можно освоить цифровые технологии различных направлений сфер. Алгоритмы, графика, Unix, Web, мобильная разработка, безопасность, сетевые технологии, «Бигдата» — искусственный интеллект. Сейчас можно изучать более 13 языков программирования. Самые молодые ребята у нас — это ученики последних классов школ, старшеклассники. И самые возрастные у нас — это люди, которым уже под 60 лет. Для приема в школу главным фактором, который мы оцениваем, является мотивация и желание. Совершенно неважно, какое у тебя образование было до этого. Среди наших выпускников очень много бывших психологов, биологов, химиков. Старшеклассники Хантамансийска узнали, как распознать фейк. Открытый урок в школе номер 4 провел директор Департамента образования и науки Югры. Алексей Дренин рассказал будущим выпускникам, насколько важно уметь ориентироваться в информационном поле, так как в свете текущих событий любой может стать объектом дезинформации. Причины появления фейков разные. Кто-то делает это ради шутки, кто-то запускает своеобразный информационный вирус, другие преследуют личные или политические интересы. Все это ввергает людей в панику и побуждает принимать неверные, иногда опасные решения. Поэтому необходимым качеством современного человека является умение абстрагироваться и взять паузу, прежде чем делать выводы при получении той или иной информации. Отмечу, что сегодня подобные встречи с детьми, инициированные Министерством просвещения России, проходят по всей стране. Первый и самый главный шаг, если вы сталкиваетесь с какой-то информацией, это абстрагированный нейтралитет. То есть если вы не знаете и не понимаете, что на самом деле правильно, а что на самом деле неправильно, вы, по крайней мере, для начала абстрагируетесь и посмотрите на это нейтрально и спокойно, не принимая ни одну, ни вторую сторону. В Лангипасе массово обновляют двери подъездов. В городе начался сезон ремонтов многоквартирников. За него взялись сотрудники управляющих компаний. Мастерам необходимо привести в порядок стены, потолки, кое-где выложить на полную плитку. Кроме того, специалисты обновят откосы оконных блоков, козырьков, отремонтируют кровлю. В настоящее время в подъездах идет замена входных дверей. Дело в том, что во многих жилых домах стоят старые деревянные двери, которые громко хлопают и доставляют неудобства собственникам квартир. Вместо них ставят алюминиевые, со стеклением и доводчиком. Добавлю, на сегодняшний день обновленных парадных по Лангипасу около 40. До конца года список адресов, по которым отремонтируют подъезды, пополнится. Дверь новая, очень приятно, что поставили. Теперь намного меньше шумов, вибрации. Очень рады, все довольны. Очень сильно нравится, немного современнее, чем были раньше. Нравится, хорошее, уютное. И не хлопается самое главное. Вот это самое главное, то, что оно потихоньку закрывается, там фиксатор. И все самое лучшее. Ветер не пропускает, холодно пропускает, самое главное. Их легче открывать, и они не хлопаются после того, как заходишь в подъезд. Громкого звука нет. Сургутский поисковый отряд «Север» отправился в очередную экспедицию. В этот раз югорчане поехали в Ростовскую область, в станицу Вершинскую. Сургутяне там будут работать не в первый раз. Эту территорию поисковики уже хорошо изучили. Им даже удалось найти останки нескольких бойцов Красной армии. В нынешнюю экспедицию отправились семь человек. Все профессиональные поисковики с большим опытом. Всего же за шесть лет существования клуба «Север» его участники вели раскопки в Калужской области, на острове Сахалин и в Республике Крым. Они нашли и перезахоронили около полутысячи советских солдат. 120 бойцов удалось опознать и сообщить их родственникам о месте захоронения. Любой элемент, который позволяет идентифицировать человека с историей 80 лет, то есть найти корни как, зачем, почему, и конкретно сказать, что судьба солдата полностью установлена, вот это, наверное, самое ценное во всей этой работе получается, что реально никто не забыт, ничто не забыт. В Нижневартовске началась пора генеральной уборки. Город готовят к празднованию Дня Победы. Сотрудники коммунальных предприятий после зимы наводят порядок на газонах, тротуарах, автомобильных дорогах и во дворах микрорайонов. Собирают старую траву, убирают мусор, который накопился за зиму под снежным покровом, а еще моют и готовят к покраске остановочные павильоны и начинают возвращать на улицы города скамейки и урны. Кроме того, ежедневно ведется уборка уличной дорожной сети Нижневартовска. Коммунальщики поливают полотно, очищают его от песка, собирают и вывозят мусор. У нас будут приведены в порядок бордюры, будут окрашены в белый цвет, будут заборы у нас почищены, покрашены, то есть будут приведены в соответствие. В первом очередном порядке у нас это уборка улиц от мусора, где будет проходить бессмертный полк. Жители Хантамансийска могут прославить родную природу на весь мир. 29 апреля стартует челлендж городской природы. Он продлится 4 дня. В это время жители полутысячи городов мира могут фотографировать и отправлять организаторам изображения местной флоры и фауны. По словам научного сотрудника ЮГУ Нины Филипповой, речь идет именно о биологическом разнообразии в городской черте. И тут Хантамансийску повезло. Столица Югры находится, что называется, посреди тайги в самом сердце природного парка «Самаровский чугас». А значит, имеет преимущество перед множеством других городов-участников. Все будет зависеть от активности самих хантамансийцев. Достаточно скачать специальное приложение, фотографировать и загружать на эту платформу результаты наблюдений. Чем больше фотографий, тем больше рейтинг и участника, и города, который он представляет. Фотографировать можно любые организмы. От животных и птиц, домхов или шайников. Деревья и кустарники тоже подойдут. Чем разнообразнее, тем лучше. Как эффективно, если ты действительно хочешь победить в городском соревновании, или даже в национальном, или в мировом, нужно спланировать маршрут, куда ты хочешь выйти. Желательно, чтобы там было побольше именно дикой природы, более разнообразной, и побольше разных экосистем. Лес, поле, лук, болото. Тогда больше будет список видов. В Югре стартовал фестиваль «Дарение. Мы вместе». Это федеральное мероприятие. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Суть акции в том, чтобы НКО, предприниматели и простые граждане могли обменяться друг с другом полезными товарами и услугами. Югорчан в рамках фестиваля ждут несколько разноформатных площадок. Так, например, в точках здоровья можно будет получить консультации по ведению здорового образа жизни. Кроме того, жители смогут прокатиться на бесплатном автобусе, который следует по доброму маршруту. В нем герои сказок расскажут о том, как творить добро вместе. Что касается НКО и бизнеса, они получат возможность презентовать свои проекты и найти новых инвесторов. Продлится фестиваль до 1 мая. Отличная новость для жителей Нягани и Югры. В минувшие выходные в городе открылся мотосалон «Трейд Мото». Покупателям доступен весь модельный ряд техники ведущих производителей. Квадроциклы и мотоциклы, питбайки и кроссовые мотоциклы, снегоходная техника и мотобуксировщики, а также большой выбор экипировки. На сегодняшний день мы являемся официальным дилером китайской компании «Сиев Мото». Кстати, надо сказать, что компания «Сиев Мото» празднует 15-летие успешной работы на российском рынке. Это само по себе говорит в устойчивом спросе наших покупателей на технику «Сиев Мото». «Сиев Мото» сегодня безусловный лидер рынка квадроциклов и мотоциклетной техники, производимых в Китае. Наибольшую популярность в нашей стране «Сиев Мото» приобрела благодаря своим универсальным характеристикам и надежности в эксплуатации. За 15 лет в России была продана свыше 85 тысяч единиц квадроциклов и мотовездеходов «Сиев Мото». Также мы являемся официальным дилером таких мотобрендов, как «Кая», «Мотоленд», «Регул Мото». Мотобуксировщики – незаменимое снегоходное транспортное средство для любителей охоты и рыбалки в зимнее время. На сегодняшний день представлены мотобуксировщики «Вэпс» и «Тафалар». Ну и, естественно, к снегоходному сезону ассортимент компании будет расширен. Плавающие снегоболотоходы в простонародье называют «каракаты» или «переломки». В последнее время эта техника сильно набирает популярность, особенно в нашем регионе. На открытии мотосалона посетителям была организована презентация новой техники и экипировки, а самые искушенные покупатели смогли провести тест-драйв квадроциклов и плавающих вездеходов. Теплая дружеская атмосфера открытия не оставила никого равнодушным, а техника, представленная в салоне, надолго запомнилась посетителям. Посетив мотосалон «Трейд Мото», покупатели смогут не только осмотреть и выбрать технику для своих увлечений, но и провести тест-драйв перед покупкой. Теперь в Нягоне в мотосалоне «Трейд Мото» по адресу Сибирская, 19 вам всегда помогут с выбором техники и экипировки. Качественно и профессионально выполнят гарантийные работы и проведут обслуживание всех видов квадро-мототехники и снегоходов.